Добрый день всем подписчикам канала Александра Рыжкина. Сейчас мы поговорим о композиции холста или листа, что в принципе является примерно равными величинами для меня, потому что мы в искусстве ограничены чаще всего квадратным, прямоугольным или вытянутым размером, но, соответственно, с прямыми сторонами редко бывают овальные или круглые холсты. И у квадратов или прямоугольников есть один закон, который в простой схеме я могу объяснить, как красиво скомпоновать пейзаж. И то же самое относится и к сюжетной работе, и к натюрморту, и ко многим другим еще темам в искусстве. Целые книги написаны по теме золотого сечения, но чтобы упростить подход и чтобы сделать его максимально удобным и максимально применимым сразу же на натуре, или когда у вас сюжетная работа, или вы делаете эскиз, надо помнить о том, что в нашем холсте проходят незримые линии, подсознательно воспринимаемые зрителями, как линии комфортного восприятия, о восприятии определенных точек, определенных зон и определенных пересечений в работе, которые надо помнить и которые надо для себя изначально или нарисовать, или держать их в голове. Если любую сторону холста или листа умножить на 0.618, вы получите определенную цифру, которую надо отложить с верхнего и с нижнего края вертикальной стороны холста, и то же самое сделать с, соответственно, горизонтальной стороной. Линии будут чуть-чуть смещены к центру, я поставлю черточки внизу и вверху, то есть где они у нас примерно распределяются, и поставлю линии их пересечения, перекрестия. Зачем нам это нужно? На каждой из этих линий должна оказаться очень важная деталь нашего пейзажа или сюжетной работы, тогда взгляд зрителя будет воспринимать ее как главную и привязываться к ней. Также есть четыре точки пересечения, которые также очень важны для восприятия главных сюжетных и композиционных зон в работе. Как читаем мы литературу, как читаем мы книгу, так же мы воспринимаем эти точки. Точка номер один, с которой мы начинаем смотреть наш лист или холст, это верхняя левая точка в нашей работе. Допустим, у Сурикова голова боярни Морозовой находится как раз на этой точке. У него же на этой точке стоит фигура стрельца, смотрящего на Петра Первого. Дальше, как мы читаем лист, мы переходим к точке номер два, двигаясь слева направо, спускаемся вниз к точке номер три и уходим в точку номер четыре. Нужно ли загружать все эти линии? Нет, не обязательно, но если вы хотите, чтобы у вас что-то важное оказалось очень воспринимаемым зрителю, это надо поставить или на первую, или вторую, или на третью, или на четвертую точку. Любой пейзаж, допустим, шишкинский пейзаж с мишками, которые мы так любим и знаем, и по картинкам в букваре, и по иллюстрации, мы даже по коврику, висевшей у бабушки над кроватью, все его линии и главные герои распределяются именно по этим четырем точкам, по этим зонам. Что очень важно в пейзаже, к верхней или нижней линии мы должны привязать линию горизонта. Это основная зона распределения воздуха и тверди земли, которую мы видим в картине любого пейзажиста. Я привяжу линию горизонта близко к точке, к линии верхнего золотого сечения и поставлю себе сразу же горизонтальную линию, которая отделит мне небо от земли. Можно сделать наоборот, можно привязать линию горизонта к нижней линии золотого сечения, это тоже будет смотреться гармонично. В пейзаже у меня будет дорога, которая начнется с точки номер два, скользнет вниз, перейдет к точке номер три и через точку номер четыре уйдет практически в центр нашего холста. То есть мы все равно привязались к определенным зонам и к определенным линиям, о которых я говорил раньше. И заполняем холст, идущими слева массой деревьев. И намечаем линии облаков. Есть привычка у многих и пейзажистов, и портретистов рисовать теплым цветом, но то, что подходит для портрета рисования теплыми цветами, совершенно не подходит для пейзажа. То есть для пейзажа я выбрал уже достаточно давно холодный оттенок для рисования, потому что он хорошо и красиво всегда входит в любые цвета и в любые тона работы. В отличие от теплых красок, от коричневатых красок, которые не подмешиваются красиво к любым другим цветам, и иногда грязнят этот цвет. Разложив этот холст на композиционные точки, на композиционные зоны, мы должны понять, как и из чего мы будем писать эту работу. Но сначала надо понять, как идет цвет и как распределяются растяжки по нашему небу и по земле, где является холодной, где теплая зона. Если мы внимательно встанем на пейзажи и будем отталкиваться от цвета солнца, как от цвета теплого и от цвета желтого, и от цвета неба, как цвета холодного и рефлектирующего холодно-синими, холодно-фиолетовыми тонами, мы увидим некую закономерность, что те места в пейзаже, куда попадает солнечный цвет, они всегда теплеют, потому что оттенок солнца у нас тепло-желтый, тепло-оранжевый. Места, отвернутые от солнечного света, от теплого цвета, цепляют на себя рефлекс от холодного купола неба. Соответственно, все тени в пейзаже при солнечном освещении всегда холодные. Но глубокие тени в пейзаже содержат естественный цвет предметов природы, а он в 99% всегда теплый. То есть, деревья, трава, камни, я не знаю, какие-то еще стволы, все, что мы можем назвать, практически всегда имеет теплую оттеночность. То есть, несколько птичек, бабочек, минералов имеют холодный оттенок. На этом холод в нашей природе заканчивается. Сразу возникает вопрос, ну, небо, оно же холодное, вода же, она тоже синие-холодное. Если, опять же, взять физику за какой-то класс, мы поймем, что небо – это всего лишь черный космос через пленку, кислородную пленку, которую мы видим днем, и которая также подсвечивается солнцем. То есть, в принципе, цвет неба возникает только от цвета воздуха и от температуры воздуха, которые у нас присутствуют в природе, а вода – это зеркало неба. Мы пишем вечерний пейзаж, и при вечернем освещении солнце встает очень низко, солнце встает в нижней точке нашего купола неба, и, проходя сквозь испарение воздуха от земли, оно усиливает свой теплый спектр, а холодная длина, холодная длина волны, она очень короткая, она исчезает, проходя через воздушное испарение. И поэтому вечерний свет, вечернее солнце при закате, при контр-ажуре, который мы будем писать сейчас, она всегда затепляется. То есть, это надо помнить, что вечерний оттенок всегда будет теплее за счет вот этой элементарной физики. В противоположность солнечному свету тени намного сильнее и холоднеют, потому что холодный купол неба при вечернем освещении, он расширяется, он становится больше, и в тенях появляется больше холода от его рефлексной части. В работе всегда надо делать подкладки, всегда надо делать определенные три слоя, которые у нас являются базовыми слоями масляной живописи. Это тонкий нижний слой, который соединяет поверхность красочного наполнения, то есть прописи с поверхностью нашего холста. Это слой основной прописи, толстый, он соединяется с тонким нижним слоем начального подхода к живописной поверхности, и слой лессировки, как доделочный слой. Нижний слой живописи, это может быть как подмалевок, то есть это уже приближенное цветовое решение к поверхности нашей работы, по ее изображению, по цвету. Это может быть грязаль, это, соответственно, одноцветное тональное решение нашей работы, и имприматура, это тонирование холста определенным цветом и тоном, выгодным нам для дальнейшего написания пейзажа или портрета. Но жидкий слой должен быть обязательным, иначе не произойдет сцепление холста, не произойдет того самого долговременного сохранения красочного слоя без изменений. Только элементарно, что сделано, ну да, есть отходы, есть как бы и центрация работы. Пожалуйста, да, ты как бы можешь шаг вправо, шаг влево как бы делать, но чтобы это привязать сразу же, это очень просто и очень быстро, вот. Ну это вот к вопросу, кстати, о восприятии красного, да, что Суриков брал, рисовал карандашиком и расставлял красные эти цвета. Вот то, что наш глаз выдергивает красный, как самый агрессивный цвет. И это вот тема у фотографов передачи красного, да, это вот целая битва, как передается красный. Вот они, вот допустим мы берем эскиз, что он красный, красный, красный поставил, да, то есть это тоже настолько элементарно смотришь, что вот красный, 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 потом синий, как не второй по неестественности цвет, а потом уже все остальное. Вот, это так просто тоже расслабляет, когда ты это начинаешь понимать, что, да, то есть... Отлично. Вот эти вот все вещи. Отлично, спасибо огромное. Вот золотое сечение, вот, вот здесь опять он, ну вот он подвинул, да, он поставил на него, но он может подвинуть, но все равно это как бы, все равно привязано так или иначе к книге. Вот это вообще классика, да, вот одна линия золотого сечения, вот вторая, вот третья, да, вот он опять центр, вот опять фигуры встали, стоят по четким линиям. Даже, они даже не парились, они просто вот делали так хорошо, то есть вот опять, вот линия золотого сечения, вот они опять пошли, да, то есть вот они опять пересеклись. Не, ну там целая лекционная вещь, да, то есть вот опять раз, два, три, четыре, вот она четко линия, да. Это тоже. Продолжение следует. Продолжение следует...